Компания-застройщик, которая займется строительством дома на месте бывшей наркологии, определилась в конце сентября. В октябре специалист администрации и руководитель компании-победителя подписали соответствующий договор. И к 2021 году по адресу Зернова 43 появится социальный жилой дом. Будет куплено по муниципальным контрактам в муниципалитет и будет передаваться в очередь 30% жилого территории от этого дома. И предусмотрено, что 20% застройщик обязан построить однокомнатных квартир не менее 27 квадратных метров, не более 28 квадратных метров. И 80% будет построено трехкомнатных квартир. Тоже площадь определена не менее 56 квадратных метров. Высота дома не будет превышать пяти этажей. Цена, по которой администрация выкупит у застройщика жилье для очередников – 34 тысячи за квадрат. Но точное количество квартир пока неизвестно. Да и о стоимости коммерческих метров в этом доме тоже говорить пока рано. Офисные помещения там не предусмотрены. По количеству квартир пока сказать не могу, потому что проект находится только в разработке. На данном этапе сейчас разработается проект сноса существующего здания. Потом будет делаться геология и только потом уже будет закладываться проект и рассчитываться, сколько квартир будет построено. Строительство жилого дома на месте бывшей наркологии активно обсуждали на публичных слушаниях. Горожане задавали множество вопросов, часть которых были проработаны и нашли отражение в концепции проекта строительства. Основная проблема, задача, просьба была горожан, чтобы не создавать пробки с транспортом, который будут оставлять жители данного дома. Но вот поставлены условия, чтобы количество квартир не превышало количество парковочных мест, которые могут быть организованы внутри двора. Здание бывшей наркологии было признано аварийным в 2016 году. Снесут его уже до конца этого года. Новый дом на этом месте должен появиться не позднее 21 апреля 2021 года. Но застройщик обещает приложить все усилия, чтобы завершить строительство в течение полутора лет. Мария Руинч, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.